Год до Олимпиады в Сочи. От Дальнего Востока до Калининграда в эти дни прошли зимние олимпийские старты под эгидой компании Ростелеком, генерального партнера игр в Сочи. Тверь стала площадкой соревнований по шорт-треку. Одни из лучших юниорских конькобежных команд России выступили на ледовой арене Дворца спорта. Спортивные состязания зимних олимпийских стартов по шорт-треку в рамках третьего этапа шестой зимней спартакиады учащихся России прошли во Дворце спорта юбилейный на Большой ледовой арене. В забегах приняли участие не только тверские конькобежцы, но и спортсмены из Московской, Ленинградской, Ярославской, Смоленской, Владимирской областей и Краснодарского края. В нашей стране должен быть вырасти молодой олимпийский резерв, который должен побеждать на будущих Олимпиадах. И компания Ростелеком в эти дни проводит очень большую спортивную акцию на территории всей нашей страны, от Дальнего Востока до Калининграда. В 46 крупных областных центрах нашей страны проходят вот именно эти олимпийские молодежные старты. И не исключение наш город Тверь, где тверской филиал Ростелеком поддерживает соревнования. В течение четырех дней юные конькобежцы соревновались в забегах на 500, 1000 и 1500 метров. Самыми зрелищными стали эстафетные командные забеги на 2 километра. Лучше всех себя показала команда Московской области. А сборная юношей Тверского региона завоевала бронзу. Учитывая сейчас рост, бешеный рост, популяризация шуртрека идет. Постоянно новые регионы. Сейчас добавилась Владимирская область, тоже они развивают. Мы развиваем всего лишь три года, но уже Данил Ебок, допустим, он уже бегает почти по нормативу мастера спорта. Когда пройдет Олимпийские игры в Сочи, я надеюсь, что наша сборная достойно выступит, возьмет медали. Думаю, об этом спорте еще больше узнают. Кроме награждения победителей зимних олимпийских стартов, компания Ростелеком вручила подарки и финалистам конкурсу рисунка «Я – олимпийский чемпион», в котором принимали участие тверские школьники. Также для болельщиков на трибунах Дворца спорта представители компании провели веселые конкурсы «Викторины» на знание истории Олимпийских игр. Кстати, эти зимние старты – не последний праздник, который организовала компания Ростелеком в преддверии сочинских игр. Впереди проведение летних олимпийских стартов 2013 в Твери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова